Мы вам продемонстрируем, как нужно работать с макрофлексом и старить старые коньки. Вот так мы создаем искусственный мех. И наша задача сейчас закрыть название коньков, чтобы все выглядело очень красиво и аккуратно. А ты их сами позолотишь еще тоже сам конек? Вот мех сам собой вырастает на глазах. В принципе, мне кажется, у кондитеров должно это хорошо получаться. Такой же принцип, как крем выдавливать из рукав. Вот видите, какая опушка получается. Сейчас мы ее заблестючим, заснежим. И будет у нас крупный конек. Сейчас. Вот у нас здесь блестки серебристого цвета. В принципе, блестки могут быть абсолютно любого цвета. Они, опять же, везде доступны в продаже. Ровненько. Ровненько и красиво. Главное, скажи, как ты нажимаешь. А то у всех, мне кажется, полезет это. Аккуратно надо регулировать. Здесь есть регулятор. И надо попробовать просто где-нибудь в каком-нибудь месте, где не жалко будет. В интерном ящике где-нибудь. Все это лучше процесс. Снег такой тоже везде, в принципе, продается. А Макситоми есть такой снег? Вот не знаю, Макситоми не видела, но в интернете он продается. Искусственный снег в пакетах. Сейчас только баст, там товары для флористов, что я думаю, что он везде будет доступен. Действительно он заснеженный. Мой любимый момент. Блестки это... Потом будем все блестеть вместе с блестками. Значит, Новый год, блесток должно быть много. Мне вчера ребенок говорит, мам, ты что так блестишь? Как снегурочка. Я говорю, ну у меня аж Новый год уже. Но эти коньки еще в более-менее хорошем состоянии. То есть их можно купить любыми на Авито. Коньки по недорогой цене, по невысокой. И преобразить их так, как нужно. Блестки есть разных цветов. Это мы сейчас... Можно же и красный... Но эти больше под снег, конечно, подходят. Но чисто так можно любого блеска добавить. Ну что, опушка получается вообще шикарная. Самое главное не трогать Макрофликс руками. Вот. А если вдруг потрогал? А есть специальная... Он остался на руках. Растворитель специальный. Именно для вот этой вот пены. Им помыл руки и все снялось? И все. Сейчас я... Вот. Видите, как круто получается. Очень круто. Очень круто получается. Вот, я смотрю, мне здесь не хватает чуть-чуть мега. Вот я сейчас добавлю его. Можете? Тот же добавить. Сейчас я подключу. Местик. Придите. Здесь такая универсальная вещь. Какая универсальная вещь? Это пена. А, что Макрофликс универсальная вещь? Ну, это фирма Макрофликс. Она же разная бывает пена. Монтажная пена вообще называется. Мадурочки жили я чью за пеной. Чтобы смотрелась композиция. Внутри конек блестит как надо. У нас, подожди, с какой стороны будет висеть? Ну, чтобы носик влево смотрел. Вот так вот, как ты держишь. А тот вправо. Не, они оба в одну сторону у нас смотрели. Все, все отлично. Вот так вот получается. Сейчас мы таким же образом, в принципе, запеним еще и лезвие, чтобы конек стал безопасен для его использования дома. В данном случае, в ресторане. Что, если даже кто-то потрогает это лезвие, то это будет безопасно. Потому что это очень важный момент. У нас, да, есть такая классная штука. Держатель. Но вы, в принципе, можете использовать все, что угодно. Главное, не трогайте опушку, пока она не подсохла. А сколько примерно подсыхает Макрофлекс по времени? Минут 15-20. Ну, то есть, кто-то может держать, а вы можете пенить. Либо можно зажать между двумя вещами после того, как Макрофлекс подсохла. Вот видите, этот мы чистим так. Носик. Носик, что нужно было подкрыть микрофлекс. Вот пошло в ход лезвия. Аккуратненько. Главное, что по нему. Ой, Марин, у тебя уже настолько круто получается. Все, просто чик и все. Еще пена действительно универсальная вещь. Ее можно закрывать абсолютно любую поверхность, которая вам не нравится. И ее по-разному украшать и декорировать. Здесь мы создадим эффект того, что конек как будто бы только что катался по льду. И вот он остался в снегу, в блестках опять же. Скоро все подсохнет и будет выглядеть вот так. Можно я тебя пойду, Марин? Конечно. И пойду покажу уже готовый результат. Это у нас второй конечек. Вот так вот у нас сейчас конечек сохнет. Видите? Вот так вот он получается. Очень красивый. Скоро в нем будет композиция. Вот конечек уже готов. Теперь мы в него делаем композицию. Каждый дома может сделать такой декор и повесить его вместо веночка на дверь. Вот видите, у нас тут искусственные лапки. Они будут у вас вечно жить. Там шарик, шишечка, такие вот сосульки. Все доступно сейчас. Мне кажется, в любом гипермаркете можно купить такую мишуру. И вот такое вот украшение получается красивое. Там мы никак не укрепляем, потому что лапки длинные. Они отлично встают. Вот шнурки зафиксировали. За них можно будет привесить эту композицию.